Привет всем! Рады видеть вас на канале iK-Buy. В данном видео мы расскажем, как запрограммировать пульты в привод NICE-ROBUS, в котором стоит приемник NICE-OXY-BD. Приемник OXY-BD – это приемник с двусторонней связью. В него можно записать и использовать такие пульты, как FLOR-S, ON, INTI, 1.3-BD, SMART, FLOR-RE, а также пульты 1.3-E-BD с обратной связью. Использование устройств с обратной связью позволяет получать на пульт подтверждение о приеме команды, информацию о состоянии автоматики, открыто-закрыто в движении, а также сведения о наличии неисправностей. Существует несколько режимов записи пультов. Для записи в первом режиме зажимаем кнопку на приемнике в течение 3-5 секунд, пока индикатор не начнет гореть постоянно. Далее отпускаем кнопку и нажимаем любую кнопку на пульте. И держим ее, пока индикатор на приемнике не мигнет 3 раза. Что означает, что пульт записался в приемник. Если пульт у вас с обратной связью, достаточно нажать и отпустить кнопку на пульте. Если пульт записался, то светодиод на нем мигнет 3 раза зеленым цветом. После этого есть 10 секунд, чтобы записать следующий пульт в приемник. По прошествии 10 секунд приемник выйдет из режима программирования и пультами можно будет пользоваться. При таком способе запрограммируются все кнопки согласно таблице. Проверяем, запрограммировался ли пульт. Мы видим, что шестерня срабатывает, что означает успешную запись пульта. Также можно запрограммировать отдельно каждую кнопку на пульте и на нужную команду. Выбираем кнопку, которую хотим записать, и команду. Далее нажимаем кнопку на приемнике столько раз, какую команду мы выбрали. Команда 1 нажимаем 1 раз, команда 2 – 2 раза и так далее. Индикатор приемника начнет мигать столько раз, сколько нажатий мы сделали. После этого нажимаем и держим выбранную кнопку на пульте. Когда приемник обнаружит сигнал, он мигнет 3 раза. Если у вас пульт с обратной связью, достаточно только нажать и отпустить нужную кнопку на пульте. Если пульт записался, то светодиод мигнет 3 раза зеленым цветом. По прошествии 10 секунд приемник выйдет из режима программирования, и пультами можно будет пользоваться. Третий режим – это запись нового пульта вблизи приемника. Только для пультов без обратной связи. Данная процедура позволяет сохранить в памяти новый передатчик, используя второй передатчик, уже сохраненный в памяти приемника. Проверяем его работу. Итак, для записи нового передатчика необходимо нажать и удерживать кнопку, которую хотим записать, в течение 7 секунд. Далее на уже записанном пульте нажать кнопку 3 раза. И на новом пульте 1 раз. Проверяем, записался ли новый пульт. Мы слышим, что срабатывает реле, что означает успешную запись кода пульта в приемник. Удаление всех пультов из памяти приемника. У нас имеется уже запрограммированный пульт. Для его удаления нажмите и удерживайте кнопку на приемнике до тех пор, пока индикатор на приемнике не начнет мигать. Затем отпустите кнопку на 3-й вспышке для удаления всех записанных пультов в приемник или на 5-й вспышке для полной очистки памяти приемника. Проверяем, удалился ли пульт. Мы видим, что шестильный не срабатывает, что означает успешное удаление пульта с памяти приемника. До встречи! Продолжение следует...